здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео рассмотрим два расчета расчет энергии на замес теста и расчет тестами сильной машины вначале рассмотрим расчет энергии на замес теста определение расхода энергии необходимо для расчета тестами сильной машины и энергетического анализа отдельных стадий замеса совершенствование механизма процесса и обоснование рациональных параметров отдельных стадий замеса у современных тестами сильных машин замес совершается в результате вращательного движения одной или нескольких миссильных лопастей составим баланс энергии для тестами сильной машины с вращательным движением миссильной лопасти для упрощения определим баланс энергозатрат на один цикл миссильной лопасти представим упрощенную модель тестами сильной машины состоящей из емкости в которой вращается вал с закрепленной на нем лопастью прямоугольной формы она установлена под углом альфа к образующей за один оборот элементарная площадками сильной лопасти шириной dx находящиеся на расстоянии x от центра вращения перемещает элементарную массу по кругу уравнение представлено на слайде и в осевом направлении уравнение также представлено на слайде также на слайде представлена расшифровка обозначений входящих в формулу элементарная работа смешения равна кинетической энергии которую элементарная площадками сильной лопатки передает массе теста работа смешения совершаемая всей поверхностью лопаток а1 формула представлена на слайде проведя подстановку получим интегральное уравнение смешения которое вы видите на слайде после интегрирования получаем выражение для расчета работы расходуемой на перемещение массы компонентов в миссильной емкости мы не учитываем работу расходуемую на преодоление трения между перемещающимися частицами массы эта работа будет учтена в расчете при определении расхода энергии на нагрев тесто работа а1 совершается за один оборот вала то есть за время то у равное 1 деленное на n где n частота вращения обороты в секунду работа расходуемая на вращение массами сильных лопаток а2 может быть определена следующим образом введем выражение для элементарной массы одной лопатки dm l равно b дельта ро l dx и линейной скорости ее вращение v равно 2px в дифференциальное уравнение работает для а не сильных лопат и проинтегрируем его в пределах от r1 до r2 формулы представлены на слайде работа расходуемая на нагрев теста и металлоконструкции теста миссильной машины за один оборот 1 миссильной лопатки рассчитывается по формуле представленной на слайде также на слайде представлена расшифровка обозначений входящих формулу с некоторым допущением можно считать что температура теста и миссильной лопатки одинаковы тогда формула перепишется в более упрощенном виде работа затраченная на структурные изменения в тесте а4 ее непосредственное определение представляет значительные трудности в первом приближении ее можно вычислить из баланса энергии замеса по экспериментальным данным поскольку структурные изменения в массе теста зависит от интенсивности замеса и пропорциональной работе перемешивания один то работу а4 в первом приближении можно вычислить по уравнению представленному на слайде после определения составляющих баланса энергозатрат за один цикл миссильной лопасти находятся суммарные энергозатраты по уравнению представленному ранее для сопоставления показателей энергозатрат различных типов тестами сильных машин их следует пересчитывать на 1 грамм теста по уравнению представленному на слайде по величине расхода энергии на замеса можно рассчитать мощность приводного электродвигателя тестами сильной машины по формуле представлены на слайде в дальнейших расчетах далее в видео мы будем ссылаться на только что рассмотренные формулы далее рассмотрим расчет тестами сильной машины он выполняется при создании новой конструкции либо при проверке технических данных существующей машины подвергшейся реконструкции с целью совершенствования рабочего процесса при создании новой машины расчет начинают с обыставания выбора единичной мощности производительности затем определяют вместимость миссильной камеры и проводят расчет баланс энергозатрат расчет мощности потребные для привода тестами сильной машины подбор электродвигателя и редуктора на прочностных расчетах в этом видео останавливаться не будем порядок их выполнения является общим для всех машин вы можете обратиться к учебнику по деталям машин и сопротивлению материалов для выполнения этих расчетов на основании данных по расчету энергозатрат производится оценка мероприятий по совершенствованию рабочего процесса тестами сильной машины выбор производительности тестами сильной машины осуществляют из расчета обеспечения тестом разделочных линий и печей в соответствии с параметрическими рядами технологического оборудования хлебозаводов для хлебопекарных печей параметрическим рядом установлена следующая рабочая площадь пода в квадратных метрах 10 16 25 50 75 100 для обеспечения производительности указанного ряда необходимо иметь два-три типа размера тестами сильных машин производительности тестами сильной машины определяется по уравнению представленному на слайде также на слайде представлена расшифровка обозначений входящих в уравнение затем определяют вместимость вместимость миссильной камеры в кубометрах для тестами сильных машин непрерывного действия и тесто миссильных машин периодического действия формула для расчета отличается поскольку для теста нее сильной машины периодического действия необходимо еще учесть время простоя которое необходима для разгрузки и загрузки дежи. Затем составляют баланс энергозатрат на рабочий процесс, производят расчет мощности для привода тестомесильной машины и подбирают электродвигатель. Приведем примерный расчет тестомесильной машины периодического действия момент. Производительность которой должна обеспечивать тестовыми заготовками печи площадью пода 16 квадратных метров, то есть с производительностью печи 350 кг в час. Исходные данные для расчета представлены на слайде. Зададимся параметрами миссильной лопасти. Схема миссильной лопасти и ее размеры представлены на слайде. КПД машины это 0,85. Теплоемкости при температуре 30 градусов Цельсия представлены на слайде. Коэффициент подачи теста принимаем равным 0,3. Температура теста Т1 35 градусов Цельсия, Т2 28 градусов Цельсия. Определим производительность тестомесильной машины по уравнению, которое мы ранее приводили на одном из первых слайдов. А вместимость дежи тестомесильных машины определим по уравнению для тестомесильных машин периодического действия. После расчета принимаем вместимость дежи тестомесильной машины 100 кубических дециметров. Для расчета и анализа рабочего процесса составим баланс энергозатрат и оценим долю каждой из статей затрат в общем расходе энергии. Работу расходуемую на перемешивание компонентов рассчитаем так, как представлено на слайде. Также на слайде представлен расчет следующих работ. Работы расходуемую на привод мессильных лопастей. Работу расходуемую на нагрев теста и соприкасающихся с ним металлических частей машины. А также работу расходуемую на изменение структуры теста. Она рассчитывается как часть от работы, которая расходуется на перемешивание компонентов. На основании полученных данных составим баланс энергозатрат. Анализ затрат энергии по отдельным статьям позволяет судить о степени совершенства конструкции машины. В рассматриваемом случае 76,4% всего энергопотребления составляют потери энергии на нагрев теста. Расчет мощности, необходимый для привода тестомессильной машины, определим так, как это показано на слайде. Фактически, на заводской машине установлен электродвигатель мощностью 10 кВт. Запас мощности 11,5% необходим для преодоления повышенного сопротивления теста в начальной стадии замеса. Как показывает анализ энергозатрат в тестомессильных машинах, потери на нагрев теста повышаются при увеличении частоты вращения и геометрических размеров мессильной лопасти. Отсюда следует, что в этом отношении лучший эффект может быть получен при уменьшении до предела сечения лопасти, определяемого из условия прочности. Что же касается выбора оптимальной частоты вращения, то здесь следует учитывать эффективность перемешивания и необходимую интенсивность механического воздействия на отдельных стадиях замеса. Подробнее о том, какие стадии бывают при замесе теста, мы рассматривали во втором видео, подробно разбирая структуру замеса теста, а также процессы, которые происходят во время замеса теста. Приводилась схема перехода смеси муки и воды в готовое тесто. Если у вас есть желание, вы можете ознакомиться с этим видео по ссылке в описании. В этом видео мы рассмотрели два расчета. Расчет энергии на замес теста и расчет тестами сильной машины. Благодарю вас за внимание. В описании к этому видео вы можете пройти по ссылке и скачать часть методических указаний по расчету тестами сильных машин непрерывного и периодического действия, чтобы потренироваться в расчетах. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, поставьте колокольчик уведомления, а в нем все уведомления, чтобы получать уведомления о новых видео. А они обязательно последуют. В следующих двух видео мы рассмотрим конструкцию, принцип действия и технические характеристики тестами сильных машин непрерывного и периодического действия. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.